День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пик Александр Шунин. И к нам присоединяется, как мы уже анонсировали, Александр Пинчук, основатель компании АМДА и консультант по образованию. Доброе утро. Здравствуйте, Оксана. Доброе утро. Ситуация такая. В этом году на базовое обучение в один из 12 вузов, имеется в виду во все 12 вузов, а в один из них подали заявки 10 123 абитуриента, и это самый низкий показатель за последние три года. Об этом свидетельствует информация на портале услуг государства и самоуправлений Латвия ЛВ. Хотелось бы понять, с чем это связано, и как специалист в сфере образования, как вы объясните вот этот, в общем-то, низкий, можно сказать, плачевный результат. Неужели неинтересно учиться латвийской молодежи? Что с нашими молодыми людьми происходит? Я думаю, что с ними ничего плохого точно не происходит. Сразу, наверное, говорю, что не обладаю какой-то статистической такой информацией, и, наверное, это будет такое, может быть, немножко субъективное мнение. Поскольку я работаю с ребятами, которые едут учиться за рубеж, я могу сказать, что интерес к обучению за рубежом очень высокий, да, и он не падает, он только возрастает с каждым годом. И много очень ребят едут учиться в различные страны Европы, кто-то выбирает ехать чуть подальше, чем Европа, то есть на другие континенты, но интерес однозначно очень высокий, и большое количество ребят выбирают учиться в вузах. Голландия, Великобритания, Ирландия, Германия набирает популярность, Испания. Ну, тут я не могу сказать, какое количество точно уезжают ребят учиться за рубеж. Ну, хотя бы тенденция какая? Увеличивается это количество год от года? Да, да, оно точно увеличивается. Я не скажу, что оно увеличивается вдвое или втрое, но оно увеличивается там ежегодно, скажем, наверное, на процент 10-15 однозначно. То есть можно объяснить тем, что какой-то происходит отток, а не перетягивают тех, кто мог бы поступать в Латвии? Я думаю, что да, точно, да. Это может быть одной из причин. И, наверное, здесь за себя говорит, возможно, качество обучения за рубежом во многих вузах. Вот-вот-вот, как раз интересна мотивация, что их заставляет покидать родину. Это, в принципе, желание уехать, это качество образования, это недоверие, возможно, местным вузам? Наверное, как первую причину я поставила бы больше желание, знаете, вырваться из небольшой страны, в которой они жили долгое время, да, 18 лет, как минимум 18-19 лет, и увидеть мир немножко с другой стороны. То есть многих привлекает именно сама идея уехать за рубеж, получить там образование. И очень многие ребята, кстати, думают о том, что они потом вернутся в Латвию после того, как они закончат как минимум там своего бакалавра или, например, там магистра за рубежом, да. То есть для них это возможность получить очень богатый опыт, выучить язык. Но, тем не менее, потом вернуться, что очень важно, конечно. Да, да, я вот это замечаю, потому что были этапы, когда ребята уезжали и не хотели возвращаться. Теперь я вижу, что очень многие смотрят на то, что да, я поеду куда-то учиться за рубеж, но я однозначно или точно возвращаюсь, или я не против, буду вернуться назад, да. Но уже немножко с другим багажом, с другими знаниями и с другим опытом. Вторая причина — это в какой-то мере отсутствие интересных современных программ в латвийских университетах. Я не скажу, что очень сильно поменялся спектр программ по сравнению даже с тем, что было лет 10-15 назад. То есть по большому счету какие-то, может быть, 1-2, там, 5 программ прибавилось, но по большому счету ничего не изменилось, да. Выбор не слишком велик. Не только программ, но и в вузах выбор не слишком велик, да. Ну и еще одна причина — это качество образования. И, к сожалению, ковид сыграл свою роль тоже в этом, я так думаю, поскольку, как я знаю, что многие латвийские вузы даже в этом году, который прошел учебный год, практиковали онлайн-обучение, в то время как с рубежом практически во всех университетах было уже обучение на кампусе по-английски face-to-face, то есть физическое обучение, не онлайн, и только, возможно, какие-то определенные там крупные лекции проводились онлайн, но все остальное было на кампусах, и все университеты были открыты. Поэтому это могло сыграть свою роль. В какой-то степени, я не думаю, что, может быть, это фундаментально поменялось ситуацию, но и последние события с войной в Украине, я думаю, что они тоже в какой-то степени могли повлиять на решение ребят, каких-то уехать на данный момент из Латвии. Скажите, пожалуйста, что все-таки, вот вы упомянули, что нет популярных программ у нас, а что выбирают те, кто уезжает за границу? Вот какие действительно направления, может, которых не хватает у нас? Наверное, это будут такие очень, знаете, современные направления, связанные с музыкой, направления, связанные с искусством, с дизайном, да? То есть у нас достаточно скупо. У нас есть латвийская вот Макс Лос Академия, да? И может быть где-то в каких-то вузах еще парочку дизайнерских программ, но их очень мало. То есть очень многие едут на программы, связанные с искусством и дизайном различного рода. То есть не только там, где они что-то делают непосредственно сами, но это такие вещи, как creative industries management, например, или fashion management, marketing and advertising, creative advertising. Вот таких вещей у нас очень мало. То есть та же архитектура у нас практически, мне кажется, только в двух вузах это предлагается. То есть выбирают креативные направления или смежные, там music management, music production, таких вещей тоже нет. Да, то есть filmmaking, это тоже едут ноги учить в рубеж. Классика жанр, конечно, бизнес, управление, предпринимательская деятельность. У нас программы по бизнесу, управлению предпринимательской деятельности очень старомодные, к сожалению. Да, и учиться надо бизнесу и предпринимательской деятельности у тех, кто создает бизнес. У нас, наверное, с этим будет чуть-чуть. Пока что ещё мы не дотягиваем. Что касается, ну вот вы сказали, face-to-face на кампусе учёба, но тем не менее западные, ну иностранные. Иностранные вузы практикуют дистанционные программы обучения или всё-таки надо собирать чемоданы, паковать, куда-то переезжать на несколько лет? Вы знаете, то есть если мы говорим про ковид, да, то понятно, когда были времена ковида жёсткие, то все вузы перешли на онлайн-обучение на какой-то период времени, но достаточно быстро вернулись за рубежом университет к обучению на кампусе. То есть сейчас те программы, которые изначально были придуманы как кампусные программы, где тебе нужно учиться физически, они все проходят физически. Какие-то программы есть в доступе в онлайн-режиме, их, может быть, не так много, но они тоже есть. Но классика жанра, то есть классически ты приезжаешь и учишься на кампусе. Вы многократно упомянули ковид. Сейчас цифры показывают, что приближается, не дай бог, конечно, новая волна. Есть какие-то сигналы, опять же, от иностранных вузов, что история может повториться, кто-то закроется временно, кто-то перейдет на онлайн-обучение? Таких явных сигналов точно нет. Единственное, что все вузы, естественно, уже подсуетились, и они прописывают мелким шрифтом, что если вдруг будет какая-то ситуация, которая будет требовать перехода на онлайн-обучение, частично или полностью, то они будут это применять. Но это все только если поступят такие соответствующие указания сверху, то есть от соответствующих министерств или правительств. Можно ли вот еще один фактор назвать как демографическая яма, то есть то, что, может быть, молодежи становятся в какие-то годы меньше, и это тоже объясняет снижение? Да, я думаю, что тут, наверное, мы и наблюдаем это тоже. В какой-то момент очень много ребят уезжало на этапе среднего и основного образования. То есть сейчас же у нас не очень много 12-классников в целом учатся. То есть если там, не знаю, лет 10-15 назад было там по 4-5 классов в 12-х классах, сейчас иногда только один класс в 12-й в какой-то школе может быть. Поэтому здесь может быть демографическая яма. Вот здесь, признаюсь, у меня нет такой статистики, но вполне возможно. То есть многие семьи уезжали, у которых сейчас дети, которым 17-18 лет, в свое время они уезжали просто за рубеж с первой или со второй волной вот этой эмиграции, когда были сложные времена у нас. Насколько вот из тех программ, которые пользуются популярностью молодежи, могут действительно подтянуться наши латвийские вузы, чувствуя недостаточную, чувствуя эту конкуренцию, то есть то, что уводят у местного потребителя, можно сказать, клиентов? Ну, знаете, здесь, наверное, поскольку все-таки рынок открыт, и как минимум европейский, да, то есть мы можем спокойно передвигаться, и обучение за рубежом, в принципе, если мы говорим о стоимости обучения в государственных университетах многих европейских стран, оно очень приемлемое или вообще бесплатное, вот, кстати, да, потому что бывает, что в наших вузах стоит образование дороже, чем в каком-нибудь очень прекрасном вузе в Голландии или в Ирландии, или в Германии, где вообще ты учишься бесплатно. Поэтому здесь, наверное, какая-то часть ребят все равно будут всегда уезжать за рубеж, да, это потому что просто есть такое предложение. Подтянуться могли бы, я думаю, что какие-то вузы могли бы подумать о том, чтобы создавать более интересные современные программы, которые предлагают знания и навыки, которые необходимы потом для рынка труда, которые необходимы именно работодателю. Вот, у нас, вот, я читаю периодические программы, я понимаю, что у нас до сих пор достаточно такое теоретическое, академическое образование по очень многим направлениям. Кто-то подтягивается, какие-то частные вузы немножко более активно смотрят на то, чтобы их программы соответствовали бы требованиям рынка труда и интересам молодых людей. Государственные вузы чуть более не такие быстрые, как... Консервативные, скажем. И такие подъемные, да, они более такие тяжелые, двигаются немножко медленно. Хорошо, огромное спасибо за консультацию, потому что консультант по образованию Оксана Пинчук, основание компании АМДА, была с нами в прямом эфире. Мы обсуждали вопросы, некоторые аспекты высшего образования. Отправной точкой нам служил тот факт, что на обучение в вузе Латвии в этом году подали заявки, ну, в общем-то, рекордное, низкое количество молодых людей за последние три года. Причины были озвучены в нашем эфире. Спасибо огромное, Оксане, хорошего дня. Да, хорошего дня. До свидания. До свидания. Радио Болткома